Время правительства Время правительства Время правительства Это, конечно же, Александр Парвус, человек, которого одни демонизируют, другие говорят о том, что роль этого человека слегка в тех революционных событиях и та роль, которая ему приписывается, слегка преувеличена. Вот кто же на самом деле такой Александр Парвус? Ну, на самом деле, конечно, такое вот красивое словосочетание «демон революции», я думаю, что, может быть, оно действительно преувеличено. Потому что это был человек, вот трудно назвать его политиком, потому что это был человек, который понимал специфику вообще тогдашней жизни общественной, политической, но он не стремился, наверное, сделать из этой политической жизни какое-то вот что-то такое особенное. А вот что им руководило, скорее всего, это вот стремление подстроиться под те ситуации, под те, как бы, перемены, которые происходили, и получить определенный доход, конечно, и не без этого. Ну, такой предприимчивый революционер. Да, да, да. Скорее всего, это было именно так. Я вот в прошлый раз как раз Сергею Валерьевичу говорил уже, ведь, смотрите, вот перед революцией, во время революции, 17-й год, резко возрастает авторитет социал-демократов, социалистических партий. И многие из тех, кто были близки вот к подобного роду кругам, а Парвус был близок, но он именно был близок. То есть, нужно четко себе представлять, что это не был какой-то там лидер большевиков, аналогичный Ленину ни в коем, никоим образом. Вообще, уж если говорить о его партийной принадлежности, то это социал-демократ, ну, такой довольно широкого профиля. То есть, он был в СДПГ, социал-демократической партии Германии. Он был связан с меньшевиками непосредственно. И, опять же, вот это вот свидетельствует о том, что, в общем-то, здесь у него такой четкой, вот, революционной политической позиции, пожалуй, это и не было. Он был связан с Петросоветом, вот, как раз 1905-й год, с Троцким тоже. Это Троцкий. Да, сотрудничал. Причем, тоже интересно, по идее, должен был бы вообще отбывать наказание в Сибири. Но вот по каким-то вот причинам, до сих пор, наверное, не выяснено, да, он до Сибири не доехал, там, то ли сбежал, то ли ему помогли бежать, то ли еще какие-то там условия. Короче говоря, он оказался в Европе, и там уже начал делать свою вот революционную, такую, наверное, в кавычках, карьеру. Вот, но, опять же, вот смотрите, 15-16-й год. Уже ясно, что глубокий политический кризис, экономический кризис, война продлится долго, популярность войны падает. И одновременно с этим возрастает вот всякого рода интересы, а как бы войну закончить, с одной стороны, и с другой стороны, как бы может революцию сделать. И вот на этом вот как раз Парвус играет. Причем, он очень интересно ведет игру. По сути, на два фронта. То есть, Ленин отмечает, есть действительно исторические документы, подтверждающие то, что у него были контакты с Парвусом. Он, да, отмечает вот его такую активность. Он пытается как-то вот сблизиться с именно вот этой радикальной группой. Но надо тоже отметить, что в Швейцарии, вот в эмиграции, Ленин, вообще его ближайшее окружение, оно настолько было озабочено вот проблемой провокации, что любой вот контакт человека, который не обладает стопроцентным доверием, воспринимался, может быть, как некую провокацию. И всегда брали под подозрение вот такого рода людей. То есть, допустим, стопроцентно доверять можно было там тому же Радуку или той же Крупской. А вот такие люди, которые вдруг откуда-то вот когда-то там были контакты, и вдруг они опять появляются и чего-то предлагают, и предлагают причем такие вещи, что там деньги большие за революционную деятельность. Всегда возникает подозрение, что это провокатор. Ну и, собственно, вот действительно, наверное, это оправдались, эти подозрения. Хотя, вот тоже, наверное, не будет преувеличением сказать, что Парвус работал не на большевиков и не на немецкую разведку, хотя он был с ней связан. Вот с ней он был связан, это точно совершенно. Он, скорее всего, работал на себя. То есть, это был человек, который вот... Зарабатывал таким образом деньги. Да. И опять же, вот смотрите, 16-й год наступает. Немцы, по большому счету, надеются на то, что будет какой-то внутренний взрыв в Антанте. Всячески финансируют, денег не жалеют ни в коем образом. Сепаратистов, прежде всего, сепаратистов. В Англии ирландцев. На ирландское движение огромные деньги идут. Там у нас, вот я в прошлый раз говорил тоже об этом, это Финны, это Украина, это Польша. Да, еще вот надо отметить Закавказье. Там вот очень активно турки, Грузия, конечно, уже формируют там и воинские части даже. 300 человек там грузинский батальон сформировали, польские регионы начинают формировать. Ну, это к вопросу о термине гибридная война, который многим нашим слушателям, кажется, вот родился вот только в условиях, может быть, там, 14-15-го года. На самом деле, вот гибридную войну против нас вели еще и в Первую мировую войну. Конечно. В частности, те же самые немцы. Да, и вот Парвус появляется, он входит в контакт с резидентами немецкими в Швейцарии, в Германии тоже у него были контакты, и предлагает им, ну, в общем, как в фильме это было показано, так достаточно точно, предлагает им сделать революцию в России, да? Ну, вот тут тоже интересно. А вопрос, он предлагает сделать эту революцию, ну, а главной целью этой революции что должна стать? А главной целью должна быть просто вывод России из войны. Все, исключительно это поражение. Главная это, конечно, задача. Ну, а для него, как он сам себе объяснял, это там революция, в которой он сам лично будет играть очень большую роль. И для этого нужны деньги, деньги, деньги и деньги. И вот это вот Ленина еще отталкивало, потому что человек, который все время рассуждает о деньгах, для которого революция это бизнес, это вот тоже не самый, далеко не самый лучший человек. Потому что понятно, что сейчас для него революция бизнес, а завтра для него будет другой бизнес. Завтра он будет провокацией, заниматься тоже за деньги. И такого рода люди, я вот уже говорю, вот они не вызывали большого доверия, тем более в условиях вот этой вот конспирации очень серьезной в Швейцарии. И вот что получается? Получается, что по таким вот грубым, конечно, округленным подсчетам, он от немецкой разведки получил где-то порядка миллиона марк. То есть это немаленькая сумма. Совсем немаленькая. Даже по, я бы сказал, по текущим меркам немаленькая сумма. Он просил 5 миллионов, ему дали миллион. Ему дали миллион с расчетом на то, что... Интересно, а как немецкая разведка просто, давайте так, проводила эти деньги, эти платежи? А вот вы знаете, это тоже интересно. Это тоже не менее интересный момент. Потому что у нас вот когда считают, что там такие немцы все, прям каждый пфенинг считают, ну да, с одной стороны это так. Но с другой стороны, вот смотрите, бюджет военный, он, да и он в общем-то в любой стране, он предусматривает определенную строчку расходов, в том числе вот и на разведку, контрразведку, всякую такую подрывную работу. Получают их резиденты. Резиденты уже сами должны распоряжаться этими деньгами. То есть, естественно, понятно, что они не должны их пропивать, они должны искать вот людей, которые там способны какие-то подрывные акции выполнять. Кстати, опять же, вот наша разведка, наша контрразведка, правильнее сказать, она на этом деле сыграла. В частности, когда вот в Константинополе был там как раз немецкий резидент, и подослали к нему просто наших провокаторов, грубо говоря, жандармских чиновников. Они из себя изобразили офицеров, якобы настоящих там, которые готовы вот помогать немцам. И что тоже вот интересно, один из них даже назвал себя Лениным. Вот так. Да, да, да. Вот это я, типа Ленин. Здравствуйте, я Ленин. Такая вот, да, была. Ну, конечно, там можно было бы, наверное, в это не поверить. Плюс в отсутствии социальных сетей, правильно? Да, вот именно. И мессенджеры. Я Ленин. Не проверить. Не зайти на страничку в Фейсбуке, правильно, или ВКонтакте. Посмотреть, как выглядит Ленин. Это анекдот, конечно. Официальная страница Ленина. И вот они, значит, что? Они говорили, давайте нам деньги, мы взорвем мосты на Транссибе, и мы взорвем там шахты в Донбассе. Значит, дайте нам там тысячи марок. Хорошо, значит, этот деятель, константинопольский резидент, отдает им щедрой рукой эти средства, а в Берлин сообщает, что вот, видите, я завербовал, вот скоро там, значит, должно что-то такое случиться в России. То, что там ничего не случается в результате, ну, значит, провалилась резидентора. Аналогичная ситуация и с резидентами, вот, которые были в Швейцарии. Там были эффективные у них операции, эффективно, да, очень эффективно. У немцев, да, у немцев, австрийцев. Очень эффективно работали они с сепаратистами Украины. То есть в Вене буквально вот был создан такой союз освобождения Украины, и они туда вкладывали деньги, и действительно там велась реальная работа. Они работали среди военнопленных, вербовали там, ну, прям вот, как власовцев там напоминает, вот такая ситуация тоже. С тем расчетом, что когда вот там возникнет необходимость, они вот этих вот, этих людей перебросят на Украину и будут уже там формировать какие-то части, какие-то подрывные диверсанты. И были вот такие вот, как, опять же, контакты с тем же самым Парвусом, который предлагает делать революцию и просит там 5 миллионов, ну, и ему дают, значит, деньги. Причем, что это интересно, он должен был революцию это сделать в 16-м году. Не получилось 16-м. Ничего не получилось, естественно, да, из этого, вот. И как-то он после этого уже вот авторитет потерял. Василий Жанович Цветков в нашей студии, профессор, доктор исторических наук. Продолжаем мы наш большой проект именем революция, говорим о Первой мировой войне, в частности, о партийных финансах и о политической жизни в России накануне революции. Василий Жанович, ну, вот все-таки эта история, ну, главная, наверное, да, которая известна, ну, большинству, наверное, наших слушателей, которые мало-мальски интересуются историей, история с вагоном опломбированным, который, я уж не знаю, на чьи деньги он был куплен, и каким образом Парвус был замешан в этой истории. Ну, вот последние лет 10 или 15, наверное, может быть, 20 я слышу постоянно о том, что на деньги Парвуса, на деньги Парвуса была осуществлена эта операция, и Ленина был отправлен в феврале 17-го года в Россию. Ну, я немножко, я немножко все-таки хочу здесь притормозить, потому что это наш, там, перспективный проект, и мне бы хотелось сказать, что, вот, как говорится, слушайте дальше нашу программу, и об этом обязательно поговорим. Это не будем спойлерить, товарищи. Да, я вот еще что добавлю, просто действительно у Ленина с Парвусом были отношения весьма такие сложные, и вот выпустил он, например, работу Ленину, опубликовал там «У последней черты», такое символическое достаточно название, как потом Роман Пикуля также назывался «У последней черты», и там он прямо прямым текстом написал, такую, как бы, партийную установку дал, что Парвус лижется по Денинбургу, ну, прямо так было написано, и поэтому с ним опасно иметь дело, то есть не связывайтесь с ним. Ладно бы он один. Там вот в фильме, кстати, еще тоже реалистичный сюжет идет, там показан эстонец Кескела. Это еще одна вот, еще одна группа социалистов, которые уже вот в Прибалтике работают. Там реальная деятельность, это действительно был человек такой, ну, не сказать, что это был идеалист, который грезил там о свободной Прибалтике, но, в общем-то, вот это был деятель действительно, который верил в то, что вот нужно брать деньги и нужно вкладывать их в какие-то реальные дела. В этом смысле он был, наверное, более добросовестным человеком, чем Парвус. Вот. А что касается его работы на немецкую разведку, здесь, да, здесь он, в общем-то, это тоже не скрывал, и настолько, насколько он мог это делать, он делал. С финнами аналогичная ситуация, тоже в прошлый раз мы об этом говорили. Правда, вот опять же, важный момент какой, что вот местные группы какие-то, местные партийные группы даже, подпольные вот эти вот люди, они не всегда ориентировались в том, кто вообще вот откуда прибыл и с какими намерениями. И, в частности, вот, допустим, была группа Бухарина в Швеции, а Швеция, это был шведский коридор через границу со Швецией, Финляндию, значит, приходили там и листовки, проходила литература подпольная, потом оружие пошло уже ближе к 17-му году. Вот, такой, в общем-то, достаточно надежный был коридор. Вот. И, видимо, там были какие-то тоже отчисления, потому что Крупская, вот, когда составлялись отчеты по партийной кассе, она была секретарь как раз партийной кассы, она отмечала, что группа Бухарина достаточно хорошо себя чувствует. Финансируется. Хорошо финансируется. Видимо, тоже вот не без этого. То есть, помогая финнам, финским революционерам, опосредованно как бы была вот связь через финнов, может быть, там с... Василий Завич, а есть понимание вот на текущий момент, во-первых, какое количество денег все-таки немцы потратили, ну, давайте так, на работу со своей резидентурой, либо с теми людьми, которые представляли их интересы, там, неважно, на территории Российской империи, в тех же европейских странах. И, слушайте, сам это, может быть, ну, на мой взгляд, очень интересный вопрос. А куда смотрела, ну, давайте, контрразведка российская? Она вообще отслеживала эти контакты каким-то образом? Контрразведка, к сожалению, была все-таки слабой на тот момент, потому что вообще сама по себе эта структура, она только начинает по большому счету формироваться. И более или менее нормально она складывается, как ни странно, покажется к 17-му только году. А первые вот буквально годы генерал-квартирмейстерская часть. Вот один из таких видов деятельности генерал-квартирмейстерской части, любой, где там она может быть, на уровне корпуса, на уровне фронта, на уровне там ставки, вот, это в том числе разведывательная и контрразведывательная работа. И это, конечно, тормозило. Почему? Потому что многие спецоперации, которые нужно было проводить, они требовали разрешения свыше, разрешения давая людям, которые с разведкой были не связаны, и могли просто тормозиться. И здесь вот в прошлый раз тоже вот говорили дело сахарозаводчиков, которые вела контрразведка. Потом вот знаменитый наш разведчик, действительно, вот великий буквально человек, наверное, недооцененный, к сожалению, до сих пор, это Батюшин. Человек, который просто вот эти связи все, причем связи, которые были не только в политике, а связи, которые были в бизнесе, потому что бизнес и политика в данном случае, они оказались сращены. И не в отношении там большевистской партии только, а в отношении других партий тоже. Вот, тот же самый Гучков, да, вот, который возглавлял Красный Крест, да, он же тоже, в общем, у него был свой бизнес, но бизнес шел не только на, там, расширение производства, условно говоря, на политику тоже тратился. Всякие вот эти вот вещи нужно было, конечно, отслеживать лучше. А вообще вот по суммам, ну вот я вот только одну сумму приведу, но очень, на мой взгляд, характерно. Ну, кроме миллиона, который Парвус получил. Да, разовые выплаты, например, тот же самый социализирование Украины. Это где-то порядка 200 тысяч марок ежемесячно отправлялось по статистике вот на развитие этих... Каждый месяц. ...этих направлений, да. Работа с военнопленными, издание литературы, издание брошюр, подготовка пропагандистов, заброс их потом в случае необходимости уже на территорию Российской империи. То есть вот это вот действительно велась эта работа. В Грузии аналогично, турки тоже расходы достаточно большие были. То есть там счет шел на тысячи немецких фарваров. Василий Жанович, ну чтобы работать с резидентурой и издавать ту же самую литературу, работать с военнопленными, нужны люди, которые хотя бы ментально будут близки к тем людям, которые находятся вот на тех территориях, на которых ведется работа. А что за люди, ну вот в немецкой разведке? То есть это получается, ну давайте так, этнические немцы или все-таки люди, которые в той или иной степени имели отношение там к России, к Российской империи, к той же самой Украине, если мы говорим Грузии, либо Прибалтика? Конечно, в том-то и дело, что это были в основном те, кто, ну условно говоря, не нашел себя здесь, да, в Российской империи, какие-то одержимые, может быть, честолюбием определенным там политики, которые старались, конечно, сделать вот на этом деле себе политическую карьеру. Хотя были и, наверное, такие наивные, тоже верившие, вот, ну как тот же самый Кескиола, допустим, да, верившие в то, что там помощь Германии, это искренняя помощь, это поддержка там каких-то вот этих вот национальных движений, что это борьба с царизмом ведется, царизм страшный, ужасный, вот. Вот, но тут надо четко себе представлять, что, опять же, вот если мы говорим о большевиках, да, то там была установка партийная, Ленин ее буквально вот на протяжении всей войны держал, что мы не за сепаратизм, почему он, собственно, и не поддерживал контакты с сепаратистами, и по этой причине в том числе, мы не за сепаратизм, мы за единство интернационала. То есть это не единая неделимая Россия, это надо правильно понимать, а это единый интернационал, в котором нет места вот этим вот сепаратистским движениям. И настроения. Да, и украинские рабочие, и эстонские рабочие, и финские рабочие. Должны быть русские рабочие, должны быть вместе, конечно. Тут, правда, близко это было к лозунгу Троцкого, Соединенные Штаты Европы, вот он его лозунг... Кстати говоря, слушайте, но Соединенные Штаты Европы появились на лентах информационных агентств буквально прошлой недели. В том-то и дело. Ничего нового. Троцкийский лозунг, но он немножко переделан, конечно, по форме сейчас, наверное, по содержанию. По форме он был именно вот таким, что здесь Троцкий считал необходимой вот эту идею мировой революции. В этом смысле он вот, например, с Лениным не расходился пока, на тот момент. Потом, конечно, они уже там будут спорить по этому поводу. Но на тот момент тоже это вот единая такая вот среда, единое революционное пространство. Ну и, конечно, нужно отметить вот два очень важных момента, мне кажется. Василий Жанович, давайте после новостей и новостей спорта обязательно отметим два важных момента. В нашей студии Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Продолжаем цикл наших программ именем революции. Говорим о Первой мировой войне, о партийных финансах и о политической жизни в России накануне революции. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Именем революции. Доброе утро, дорогие друзья и товарищи! Среда, 9 часов 37 минут, мы продолжаем цикл наших программ, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции. Называется он именем революции. Ну и в нашей студии Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Говорим мы о Первой мировой войне, это 16-й год, да, поговорили немножко о роли Александра Парвуса. Обязательно сегодня поговорим о политической жизни в России накануне революции. Василий Жанович, хорошо, большевики-то как финансировались? Хорошо, мы разобрались с Александром Парвусом. А реальные источники финансирования движения большевиков и других партий, наверное, да? Да, да. Очень вот важно, вот как раз то, что перед перерывом я хотел сказать. Две вещи, на которые вы хотели акцентировать наше внимание. Первый момент, это, собственно, партийная касса большевистская. Значит, правильно... Напомним нашим слушателям, что за партийной кассой смотрела... Да, секретарь партийной кассы Надежда Константиновна Крупская. Надежда Константиновна Крупская. Кассир, надежный человек. Нет, это к вопросу о том, что очень часто сегодня говорится, что в том же самом бизнесе, в российском современном, большое количество ключевых должностей занимают близкие к хозяевам или к руководителям этого бизнеса люди. Ребят, вот партийной кассой занималась Надежда Константиновна Крупская. Все, секретарь, да, ее. И вот тут тоже вот четко надо разводить, потому что до сих пор, к сожалению, такое превратное представление существует, что якобы партийная касса и чисто и лично ленинская касса, это одно и то же. Не одно и то же, абсолютно. То есть две было кассы? Ну, лично его деньги, лично его доход, доход Ленина или доход Ильичей, как их называли, вот, да, семейная пара, это Крупская и Ульяновы, вот, у них партийные деньги, вот мы уже говорили в одной из передач, в основном, это либо какие-то отчисления очень небольшие, очень небольшие из партийной кассы, действительно, там буквально речь шла, может быть, о каких-то сотнях франках, а не о тысячах никаких, да. И наследство, которое получили, Каларев Прусская получила от двоюродной сестры своей матери, там 4 тысячи рублей золотых, это не маленькая сумма. Вся сумма была переведена сначала в Краков, потом, ну, там, правда, они потеряли при переводах, а потом это перевели в Швейцарии, уже в швейцарских банках. Вот это личные деньги. И, в общем, нельзя сказать, что они как-то жили богато там, я не знаю, они лучше, может быть, даже в Париже, вот, в 12-м году жили, потому что там был источник финансирования, я вот об этом чуть позже скажу. Это был источник финансирования, в частности, из русских денег. А когда шла война, когда вот вообще сами по себе вот эти операции переводные, денежные, они очень сложные. Внутренний какой-то доход в Швейцарии, ну, какой у них там был. Ну, вот Крупская хорошо занималась переводами. Она брала переводы, и вот это маленький доход давало. У Ленина вообще, он очень надеялся... Художный был. Ну, как сказать, да. Он надеялся на издание своих работ, на издание своих статей. В частности, этим занималось издательство, которое возглавлял Горький. А Горький был директор издательства «Парус». «Парус» создал демократическое издательство, и газета была такая тоже, у них аналогично издавали. И здесь действительно были большие деньги. Большие деньги крутились. Так вот, Горький, например, еще во время Первой русской революции разово, буквально, вот в 905 году перечислил в партийную кассу большевиков 15 тысяч рублей. 15 тысяч золотых рублей. Вот, это тоже немало. Неплохой взнос. Да, и дальше тоже эта поддержка продолжалась. И что уж тут, в общем, говорить, конечно, Горький Ленину помогал, и лично помогал. А вот, что касается партийной кассы, то здесь, значит, были определенные отчисления и от бизнес-структуры. Ленин потом уже в 17-м году... Да, вот здесь поподробнее, Василий Жанович. Да. Ленин в 17-м году говорил, кстати, о том, что, в общем, никто большевикам бизнесом заниматься не запрещал. Примерно такая была позиция, что раз... А что это за позиция такая официального государства и чиновников? Это не их, как бы, личный, условно говоря, тезис, да, а это просто возможность заработать и отчислять деньги от полученного дохода в партийную кассу. И я здесь три буквально назову тоже таких, наверное, хороших источника. Первое, это вот уже в прошлый раз помянутая фирма Ганецкого, Фюрстенберга, которая занималась посредническими операциями, и через аффилированные структуры шли деньги не очень большие, не какие-то там гигантские, я не знаю, средства, но шли тоже деньги в партийную кассу. Это раз. Второй момент очень интересный, мало кто о нем, наверное, знает тоже. Это, ну, все, наверное, знают электростанцию на Раушской набережной, знаменитый РАУ-ЕС. Рядом с Кремлем находится. Да, именно. Так вот, эта как раз электростанция, ее коммерческим директором стал никто иной вот в 14-м году, как Глеб Максим Ильич Крыжжановский. Тоже известный. Старый большевик, буквально еще чуть ли не с первого съезда партии, да, личный как раз такой поддерживавший очень активно Ленина. И дело в том, что вообще эта электростанция принадлежала изначально немцам, а потом, когда началась война, естественно, на нее наложили секвестр и передали всю администрацию, перешла уже в русские руки, а Крыжановский еще у немцев, он работал там инженером-электриком и стал директором. Вот так. То есть, это к вопросу о том, конечно, он был под наблюдением, под надзором, но это к вопросу о том, что вот все-таки это не сразу вот член СДРП и сразу тебя в тюрьму, да, сажают. Нет, совершенно не обязательно. Но это практически сегодня РАУЕ с Россией. Да. На минуточку. Очень доходное. Но если говорить о масштабах просто самой электростанции. Конечно, конечно. Очень доходное дело для Москвы. И он устроил работу там, начиная от простых секретарей и заканчивая... Большевиков, опять же. Членов СДРП, совершенно верно. Я вот просто один пример проведу. Знаменитая землячка, Закент, которая в Крыму прославилась потом. Она работала у него на электростанции. Там Нагин, который... Ну, во-первых, там тепло. Из полков. Во-вторых, там всегда есть свет. Хотелось бы сказать, например, если бы они в 21 веке занимались революционным движением, что они там майнили что-то, им нужно было электричество. Но они майнили немножко другое, правильно? Ну, опять же, я не хочу тоже сказать, что это было прям вот тотальное там финансирование. Отчисления определенные шли. Причем, что вот интересно тоже, Крыжановский, когда начал разбираться в документации, от оставшейся, от немцев, он обратил внимание, что вот был как бы отчет, и там была строчка в отчете немецкая. Примерно она так звучала. Деньги на подкуп полиции. Вот прямо так. Взятки. Ну, да, да. И она шла строкой в бюджете, то есть бюджет организации. Вообще не оригинально. Ну, он эту строчку так и оставил. То есть она осталась, и вроде бы как здесь... Разрушаете наше представление, Василий Жанович, о том, как работает мир капитализма. В частности, немецкий капитализм. Да, тоже через взятки все. А немцы, ну, ты, кто как бы в Россию уезжали, многие, вот многие, я не говорю, что все, но очень многие коммерсанты, они как бы уже... Оливались. Ориентировались. Ну, да, они ориентировались на то, что в России есть мироспецифика. И вот это нужно учитывать. Ну, а кроме электростанции? А кроме электростанции, значит, еще очень важный доход, это партийная литература. Потому что вот иногда тоже считают, что ну, что там деньги, какие она может дать. Она дает деньги. Это подписчики, это газеты. Пресса партийная в разы выросла в 17-м году. Вот, правда, это уже было после февраля 17-го года. Но, правда, она, как газета, она давала очень большую прибыль. То есть, это тоже нельзя вот сбрасывать со счетов. Там себестоимость ее печати была не очень высокой. Листовки дороже обходилось печать, чем газету. А спрос на нее был большой. То есть, вот это тоже. Это к вопросу вот о том, что когда сейчас говорят, вот сплошные там немецкие деньги. Если бы там не было немецких денег, не было бы ничего. Ну, какие-то там, я не знаю, были, может быть, вот как там с группой Бухарина, например, да, в Швеции. Определенные были у них вот контакты. Но отнюдь не поголовные, естественно. То есть, я вот просто хочу зачитать здесь, я думаю, интересная будет цитата. Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича. Ну, это, правда, конечно, источник такой все-таки, может быть, не очень объективный. Но, тем не менее, он просто, вот, известные ему факты отмечает. Входила группа, вот имеется в виду бизнес российский, заигрывание с представителями наших оппозиционных партий. Максиму Горькому, Сибирским банком, были даны средства на издания в Санкт-Петербурге ежедневной газеты «Новый мир» большевистского направления и ежемесячного журнала «Анналы». Оба эти издания имели в числе своих сотрудников Ленина и открыто высказывались на своих страницах за свержение существующего строя. Знаменитая школа революционеров, основанная Горьким на острове Капри, была долгое время финансирована Саввой Морозовым, общепризнанным московским текстильным королем, и считала теперешнего главу советского правительства Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Красин был в 2013 году директором на одной из путиловских заводов в Санкт-Петербурге. Но правильнее он не в Санкт-Петербурге был, он был в Москве. Сименса Шукерт, завод, и он там действительно входил в правление, Красин. Во время войны он был назначен членом военно-промышленного комитета. На первый взгляд, совершенно необъяснимое возбуждение, побуждение крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию. Вначале правительство отказывалось верить сообщениям охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо. И вот он дальше приводит интересный факт тоже. При обыске в особняке одного из богачей Парамонова, это ростовский уже бизнес юга России, Парамонов, были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен ввиду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника в ознаменовании 300-летия дома Романова. Прекрасно, я считаю. От большевиков к Романовым и все это в течение одного года. С головой у них как было? Я еще добавлю, что Парамонов, он стал финансировать потом ОСВАК, Деникинский, отдел пропаганды. То есть во время революции, уже после революции, он достаточно много денег вкладывал. Василий Женич, все это очень похоже на, давайте так, на те экспертные оценки, которые сегодня даются, и тем процессам, которые происходили на той же самой Украине, там в конце 13-го, начале 14-го года, правильно? Да. Когда финансировалось огромное количество средств массовой информации. Да. Только сегодня это не печатные издания, это интернет-издания, всевозможные каналы на сервисе, например, том же самом, на видеохостинге YouTube. Да. Всевозможные каналы в Твиттере, в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Просто изменилась точка приложения этих усилий, и все. Конечно. На самом деле методы борьбы и методы ведения той же самой гибридной войны, они остаются прежними, правильно? Это в общем счету, да. Средства массовой информации, это яркие спикеры, талантливые, харизматичные лидеры, которые способны в рамках имеющихся ресурсов, правильно, имеющихся денежных средств, ну, организовать некую точку напряжения, правильно, в том же самом государстве, если мы говорим об Украине, да, ну вот, пожалуйста, 13-14 год. Только там, кроме всего прочего, еще и был массовый протест, который, в конце концов, вылился после череды провокаций, еще и в массовую бойню, которая была устроена, ну, неизвестными до сих пор лицами, пускай там суд разбирается, и это следствие, которое идет уже третий год. В массовую бойню, да, который, да, вот, послужил таким прологом уже к тем событиям, о которых мы знаем. Ну, конечно, просто нужно всегда учитывать, что есть действительно, вот как вы сказали, эти точки приложения, которые могут дать эффект. В противном случае, если точек приложения нет, сделать ее на пустом месте, вот если нет, допустим, поддержки, общественной поддержки, нет какого-то недовольства общественного, то ничего и не получится. Сколько бы денег-то ни истратил, они уйдут в песок. Вот, это тоже надо понимать, а немцы, как раз, вот опять возвращаясь к вопросу о разведке, о средствах, они очень надеялись на раскол России, они очень надеялись на поражение, на выход России из войны, и, в общем, денег не жалели. Даже хотя бы это были там авантюристы какие-нибудь типа того же Паруса и так далее. Василий Жанович, а кроме большевиков, какие еще движения партии получали деньги, и каким образом они финансировались? Вот тоже интересный вопрос, потому что я, в общем-то, считаю, что это тоже нужно обязательно иметь в виду, ведь партии, ну, вот в прошлый раз мы говорили, что были достаточно большие отчисления, бюджетные отчисления, были на деятельность проправительственных партий. Давайте, Василий Жанович, после небольшой паузы обязательно продолжим. Это про именем революции. Именем революции Наш проект именем революции посвящен на Великой Октябрьской социалистической революции. В начале 2017 года в нашей студии, как обычно, в среду в 9 часов с 9 до 10 часов утра Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Говорим мы о Первой мировой войне и, в частности, о финансировании и тех же самых большевиков, и других партийных лидеров и партийных движений. Да, ну вот, действительно, бюджеты были разные. А вот и кадетская партия, да, тоже вот достаточно такое устойчивое сейчас, наверное, представление о том, что кадеты, это тоже революционеры, и тоже там у них большие деньги где-то. В принципе, наверное, так, но и не совсем так, потому что тут нужно просто учитывать определенную специфику кассы кадетской. Значит, кадетская касса, с одной стороны, ну вот я тоже приведу как бы фактические данные. В руководство различных банков, правления коммерческих банков, входили члены кадетского ЦК. Это Винавер, Кутлер, Комиссаров, Ледницкий, Катуар и другие. Член ЦК, присяжный и поверенный Тесленко, был тесно связан с Московским банком братьев Рябушинских. Знаем, какой банк. В качестве доверенного лица, да. Уполномоченным отделением Русско-Азиатского банка, а это фактически весь ОК России он держал, был сибирский кадет Буяновский. Видным представителем капиталистического предпринимательства были Кутлер, председатель Совета съезда горнопромышленников Урала, участник железнодорожной концессии, член правления Акционерного общества соединенных заводов Донецкий и Союз, золотопромышленник Вастротин, член правления товарищества братьев Вастротина, это уже Сибирь, купец Саласкин, председатель Нижегородского ярмарочного биржевого комитета, глава правления общества Саласкин и наследники, наследник богатого сибирского промышленников Сабашников, основатель одного из крупнейших в России книгоиздательств, участник крупных железнодорожных концессий Головин и владелец двух стекольных заводов Комиссаров, владелец Мутищинского кирпичного завода Челноков, глава товарищества Челноков и компания. Ну, в общем, такие прикомандированные сотрудники кадетской партии России. Ну, вот и очень крупные тоже, например, Каменко и его родственник Каминко, вот у них буквально разница в одной буквы, правление Азотско-Донского банка и тоже кадеты, тоже члены ЦК кадетской партии. Но это с одной стороны, как бы отчисления. Там ведь отчисления, они не были достаточно регулярными, хоть и крупными. Там, допустим, речь шла об отчислениях в нескольких десятков тысяч рублей на кадетскую партию. Но это не ежемесячно, это разовая какая-то выплата и будет. Но при этом огромный расход... Донаты собирали, кадеты. Да, огромный расход у кадетов. Да, на еще. Краундфайн. В том числе. У них был очень большой расход на поддержание местных партийных ячеек. У большевиков гораздо меньше, хотя бы по той причине, что просто численность несопоставимая. Да, на тот момент, вот перед войной, во время войны, численность большевиков, в общем-то, начала расти существенно только после февраля 1917 года. В разы она там буквально выросла. А здесь надо же вот эти все партийные ячееки как-то содержать, надо там партийную прессу печатать. Почти в каждом губенском городе была кадетская газета. Вот, своя там. Ну, по-разному они назывались, но, в общем-то, вот это тоже расход. Кадеты России. Они не всегда оправдывались, они не всегда окупались. То есть здесь тоже, в общем-то, спрос не превышал предложения, наоборот, даже скорее. Поэтому были даже вот такие проблемы с долгами. Вот, например, ЦК Кадетской партии хронически оказывался в должниках в период 906-908 годов. На заседании ЦК Казначей заявлял, что долг составляет 20 500 рублей. В общем-то, немаленькая сумма. 3 мая 12-го года на заседании ЦК отмечалось, что долг ЦК составляет 3400 рублей. Ну и так далее, и так далее. То есть, и как вот это все компенсируется? Вносят в кассу ЦК. Каминко внес 13 175 рублей. Комиссаров, вот, помянутые, 2680 рубля. Набоков, 1000 рублей. Кишкин, 300 рублей. Там другие, вот, по 300, по сотне. Слушайте, Влад, я предлагаю вам организовать партию. Так. Партию, и мы будем... Скидываться, отлично. Да, на эту самую партию. Слушайте, ну это бизнес. То есть... Глобально, конечно же, это еще и кроме всего прочего, ну, в любом случае, деньги, правильно? Конечно. Ну и очень богатые были прогрессисты и октябристы. Хотя бы по той простой причине, что это партии крупного бизнеса. Там даже негласно делалось так, что для того, чтобы стать членом правления, нужно внести большой членский взнос. То есть, без этого просто в правление не попадешь. Да, да, именно. И вот мы видим, что здесь, в общем, ситуация такая, что средства, с одной стороны, вроде бы и есть, но далеко не всегда эта партия, эта политическая структура имеет авторитет, имеет популярность в населении. Поэтому, опять же, вопрос эффективности расходования этих денежных средств. И вот, опять же, возвращаясь к кадетам, тем же самым, 16-й год, мы видим ситуацию, когда нужны какие-то яркие выступления, нужны какие-то действия, то, что привлечет внимание, то, что пробудит интерес той же самой партийной прессе, что будут читать газетскую газету, там, рвать из рук, что там, значит, написали. Естественно, это все тоже неспроста. А у большевиков там четкая совершенно установка политическая на то, что готовятся ячейки, готовятся партийные организации, группы, но отнюдь не как бы с расчетом на то, что это будет прямо обязательно вооруженное восстание, а просто это группы, которые в случае возможной какой-то, грубо говоря, завалухи, начнут активно участвовать, активно действовать. И причем большевики, они не тратились на всю Россию, но у них были концентраты, это столицы и крупные промышленные центры. В общем, более эффективно подходили к введению там внутрипартийной деятельности какой-то организационной. Василий Жанович, огромное спасибо, не успели мы сегодня, но в следующий раз уже с Сергеем обязательно поговорим еще и о известной всем, ну, во всяком случае, тем, кто знаком с историей речи Павла Милюкова, правильно, которую он произнес в Броново-Славной Думе. Да, Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук, это проект именем революции, слушайте в подкастах и на сайте radiomag.ru. Спасибо большое, Василий Жанович. Спасибо.